Привет, это Олесио, надеюсь, все у вас ништяк, и в этом видео мы поговорим о сигнале на графике, который называется поцелуй смерти. Я знаю, звучит это немного страшновато, но я хочу объяснить вам, что это такое, и как это соотносится с графиком биткоина на данный момент, так что погнали. Окей, чуваки, добро пожаловать назад. Я уверен, что вы знакомы уже с этим сигналом на графике, называемым поцелуй смерти, но по факту, что это такое, вам нужно пойти на недельный график, можно, конечно, не только на недельном, но, как правило, на недельном таймфрейме лучше отрабатывают такие сигналы. Когда цена идет в тренде, и после этого разворачивается и падает до 21 мувинга, недельного среднего скользящего экспоненциального мувинга, 21 ма, синяя линия на графике, обычно, когда цена падает после этого еще ниже, до 34 мувинга, происходят две вещи. Либо цена возвращается и пробивает мувинга, идет выше, что является бычьим знаком, или, что может произойти второй вариант, это поцелуй смерти. Цена падает вниз, потом возвращается, доходит до 21 мувинга, целует его, трогает его, и потом падает ниже. Опять же, это называется поцелуй смерти. Так что вот такой вот пример для вас из 2018 года, если я ничего не путаю, когда начался медвежий рынок по биткоину. Мы упали ниже всех мувингов, отскочили обратно, поцеловали 21 мувинг и полетели еще ниже. Это называется поцелуй смерти. То же самое на месячном графике S&P 500 2008 года. Цена упала ниже 21 мувинга, потом отскочила обратно, поцеловала его и улетела вниз. Вот это был тоже поцелуй смерти. Почему я это отмечаю в этом видео? Не потому, что я вижу этот сигнал на графике, нет. В достаточный момент его еще нет. Но я говорю о том, что обычно в аптренде, в исходящем бычьем рынке, особенно по биткоину, мы видим в прошлом, что после таких сильных падений к 21-недельному мувингу, то цена быстро восстанавливается и улетает еще выше. Если вы посмотрите в прошлом, каждая большая коррекция в предыдущем бычьем рынке биткоина, мы падали ниже мувингов, но потом восстанавливались. Так что даже если цена проваливалась ненадолго ниже 21-го мувинга в предыдущем бычьем рынке, то она обычно очень быстро восстанавливалась и улетала выше, и продолжала ралли бычьего рынка. Проблема в том, что в последние недели, с тех пор, как цена упала ниже 21-недельного мувинга, цена биткоина еще пока не пробилась обратно выше. Как вы видите здесь, она пока удерживается ниже 21-го мувинга, и еще пока не восстановилась выше, в сравнении с коррекциями предыдущего бычьего рынка. И заметьте еще интересную вещь, что цена биткоина даже не поцеловала ее. Даже еще не дошла до поцелуя о смерти. Может быть, это произойдет на следующей неделе или типа того, но суть этого видео в том, что чем дольше цена биткоина находится ниже 21-недельного мувинга, тем более пугающе это выглядит, и нужно быть наиболее осторожными. Потому что это может быть знаком того, что тренд ослабевает. Уже несколько недель мы находимся ниже 21-недельного мувинга. И в здоровом, хорошем бычьем рынке цена биткоина быстро восстанавливается. Как мы видели в 2015-2017 году, она так делала. Так что сейчас цена биткоина отстает немножечко от тренда и находится долго ниже 21-недельного мувинга. Так что это достаточно осторожный сигнал и показывает нам слабость быков. Чем дольше мы находимся ниже этих мувингов, тем более вероятно, что цена может упасть еще ниже. Опять же, зависит от того, что произойдет в ближайшие дни. Может быть, вещи изменятся за несколько дней. Посмотрим, что будет с биткоином до конца этой недели. И также, посмотрите на график фондового рынка, потому что, ребят, мы видим давление продавца на фондовом рынке, и если мы увидим большой глобальный дамп по фондовому рынку, он может утянуть со собой биткоин, как минимум в краткосроке. Это возможно, потому что мы видели эту корреляцию между биткоином и стокмаркетом ранее. Продолжится ли эта корреляция? Ну, это возможно. Не гарантированно, но возможно. Но опять же, что я думаю, что S&P сейчас имеет огромное влияние на биткоин. Так что, опять же, если это произойдет, то это может увеличить шансы поцелуя смерти и шартового сигнала на биткоине. Так что, смотрите, эта неделя очень важная. В ближайшие дни будем смотреть, что происходит. Очень важное время для биткоина. Так что, да, ребят, и спасибо Олесио, подписывайтесь на его канал. И не забудьте вступить в команду Грини на Femex по ссылке из записания Femex Trade Arena. Состязание в паре BTC-USD. Осталось всего буквально два дня, чтобы это сделать. Так что, вступайте. На балансе нужно всего 500 тысяч сатоши. Нажимайте по ссылке, переходите, вступайте. Тем более, сейчас такая ситуация, что грех не откупить просадку в какой-то момент. Уже частями можно заходить и докупаться еще ниже, как минимум на отскок. Всем профит, ребята. Увидимся в следующих видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok